Спасибо, что согласились. Рада, всегда рада, когда у нас появляются новые эксперты. Это здорово, это круто. Я, наверное, вам расскажу. Фитнес-эксперт проводит эфиры, начиная с карантина. Появилась такая традиция, она была поддерживающая, ну, чтобы вся отрасль объединялась, чтобы все... О, к нам кто-то присоединился, но, собственно, я могу отключиться, могу начать. Так, и традиционно уже четвертый год пошел, мы проводим эфиры, они у нас модифицируются, есть тренерские, есть эфиры для руководителей. У нас выступают разные эксперты, абсолютно разные темы. Мне кажется, мы не повторяемся за 4 года, но, наверное, все равно повторяемся. У нас есть большая картотека, записи выкладываются на Ютубе, ну и, собственно, есть стабильные участники, которые... Вот я вижу те эфиры, которые модерирую я. Я вижу уже привычные фамилии, есть те, кто приходит в первый раз, и это тоже круто. Ну, по ходу у нас все готово. Зависит идет. Давайте тогда вот это официально, красиво. Друзья, всем привет, меня зовут Шуляк Настя, я программный директор конвенции «Россия фитнес». Рада вас приветствовать на замечательной теме узнаваемость личного бренда. Наверное, ключевая история, как только появился онлайн в жизни фитнес-тренеров, все начали дружно проходить кучу курсов, монетизироваться. Я тоже покупала очень много чего, вот это и про личный бренд, и как стать, и как делать. И, наверное, через это прошли все, поэтому новый взгляд, новая тема. Новый эксперт, тем более с опытом не из нашей индустрии, это всегда ценно, это новые фишки, это прям вдохновение, поэтому слушаем, учимся, записываем. Татьяна, у меня есть традиция, я не представляю никогда прям спикеров вот так вот официально со всеми регалиями, мне кажется, что каждый спикер вот может сказать то, что он хочет, чтобы аудитория о нем знала. Поэтому с удовольствием выключаю камеру, ухожу за кадр и тоже слушаю ваши советы про личный бренд. Настя, здравствуй. Вот Анастасия сейчас написала в чате, она из постоянных наших слушателей уже на протяжении нескольких лет. Друзья, кто слушает за кадром, не стесняйтесь задавать вопросы, это прям невероятно ценно, когда можно вживую получить вопрос на свой ответ у экспертов, которым просто так-то, наверное, не попасть. Еще раз спасибо. Смотрите, эфир заканчивается, можно просто выключать камеру, я дальше уже выключу запись, и все будет хорошо. Если что, я за кадром. Хорошо, спасибо. Ну что ж, мы с вами будем приступать. В первую очередь, конечно, хочу тоже поблагодарить организаторов. Очень рада присутствовать вместе с вами, быть полезна для вас. Конечно же, буду стараться давать максимум пользы, чтобы вы действительно смогли не просто как от стандартных спикеров забрать информацию, какие они классные, а чтобы вы действительно забрали пользу для себя и понимание, что вообще делать можно и нужно в первую очередь. Кто у нас уже в онлайне, пожалуйста, напишите, что меня хорошо слышно, видно, все отлично, чтобы я тоже не переживала и понимала, что вы со мной на одной волне. И сегодня, да, у нас с вами тема выступления и встречи – это как увеличивать узнаваемость бренда. В идеале, естественно, это можно сделать и за 30 дней, и, конечно же, через личный бренд есть классный инструмент, про который мы сегодня с вами поговорим. Класс, класс, вижу, что видно и слышно. Отлично. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Татьяна Филин, как птичка Филин. Почему-то на последних конференциях начали меня как-то по-другому представлять, поэтому я решила сразу давать ассоциативный ряд, чтобы все запоминали, что это птичка и не ставили ударение никуда дальше. Я топ-маркетолог по созданию сильного бренда через создание смыслов, стратегии и работе, конечно же, над тем, чтобы у вас увеличивались охваты и целевые заявки, потому что личный бренд – это прежде всего маркетинговый инструмент, влияние на выбор людей. И, конечно же, за 10 лет практики, за 10 лет работы я ни разу не меняла деятельность. Я очень люблю то, что я делаю. Мы создали очень много больших проектов, работали с разными брендами, в том числе и в фитнес-индустрии, открывали фитнес-клубы, вели фитнес-тренеров, вели онлайн-курсы по фитнесу. Поэтому в вашей нише тоже все окей, мы разбираемся, что делать, и будем сегодня с вами общаться на одной волне. Чтобы познакомиться мне с вами, все, кто уже послушает нас в оффлайне, окей, кто сейчас в онлайне, тоже напишите, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь и какой у вас сейчас есть доход. Или, давайте, да, пусть будет просто какая ниша, какой доход, чтобы я понимала, на каком уровне дохода вы сейчас находитесь. И, ну, естественно, там X2, X3, X10 все хотят сделать в основном всегда. Лишним не будет узнать, какие инструменты помогут через личный бренд больше монетизировать, больше получать охватов, узнаваемости и, конечно же, входящие заявки, то, что мы любим. Что касается еще обо мне. Конечно же, у нас очень много реалий, на самом деле. В основном я очень быстро про себя рассказываю, потому что это очень большое количество времени может занять за такой период времени работы. Но классные кейсы, конечно же, у нас есть, быстрые. Это когда мы вкладываем клиента в медийное какое-то пространство, например, в публичное выступление он у нас идет куда-то, выступает на целевую аудиторию и сразу окупает свои вложения. Вот как, например, в указанном слайде это роста X2 или равно-X138. То есть реально клиенты вкладывали 50 тысяч, а зарабатывали X100 больше, там зарабатывали 5 миллионов. Это спокойная практика, абсолютно нормальная. То, что клиенты каждый раз могут окупать свои вложения, это тоже нормально, если правильно вкладывать ресурсы. Многие очень боятся вкладывать продвижение, потому что понимают, что неизвестно, да, у многих это реально рулетка, особенно те, кто работает без специалистов, без маркетологов. Они не знают, куда вкладывать так, чтобы это реально работало и приносило деньги. Но по факту хорошая реклама действительно окупается не просто X2, она может окупаться X5, X10, X15, X20, это все окей. Вот, конечно же, есть и исключения, да, крупные, там, X100, X138, но глобально вы должны понимать, что вы какие-то тест-гипотез, да, какие-то инструменты можете тестировать для себя, и потом уже она должна системно, маркетинговая история работать правильно для вас. Ну и, конечно же, еще один хороший факт о нас, это мы стали, уже на самом деле около года, мы являемся лидерами рынка по охватам медиаплощадок. Что это значит? Это значит, что мы даем максимальное количество из того спектра медиаплощадок, в которых могут проявляться эксперты либо руководители бизнеса. Это разные направления, вы сегодня про них узнаете, и, конечно же, у нас есть очень много ключевых партнеров, начиная от федеральных TV, все радиоэфиры, все СМИ, разные площадки, статьи, публикации, публичные выступления. Это вся история как раз-таки там, где мы сотрудничаем абсолютно с большим количеством рынка, Москвы, Питера, и уже на сегодняшний день Дубай и Бали. Поэтому больше такой международный формат становится, где в одном месте, в одном октяне вы можете получить доступ ко всем площадкам и ресурсам, чтобы продвигать себя. Я международный спикер, да, я выступаю более 7 лет, поэтому в целом я абсолютно спокойно и легко могу выступать на разных сценах. И мы на самом деле решили заморочиться и посчитать. Оказывается, если совмещать вот такие онлайн-выступления, то у нас давно уже не 200 выступлений, у нас уже оффлайн 250 выступлений, и онлайн у нас столько же, по-моему, даже чуть больше там получилось. То есть если суммарно взять, мои спичи на аудиторию там от 50 человек до 10 тысяч человек, это больше 500 выступлений. И, наверное же, я что-то тоже в этом понимаю. Конечно же, кто хочет проявляться круче и больше, тоже логично и правильно послушать сейчас меня. В маркетинге, в рекламных стратегиях для разных бизнес-ниш мы создавали классные продукты, которые были нацелены на продвижение либо в социальных сетях, либо непосредственно направлены на узнаваемость бренда. Эта реклама абсолютно везде могла быть, начиная от блогеров, заканчивая кинотеатрами, билбордами. Разная-разная реклама, которая помогала бы нам брать большие охваты. В том числе это могут быть ведущие на ТВ и так далее. Конечно же, в зависимости от задачи, цели, есть разные инструменты. И, наверное, интересно в целом, что на это влияет. Напишите, пожалуйста, кто еще не написал о себе нишу и какой сейчас есть доход. Так, тренер фитнес-студии, руководитель, окей. Да, также можете писать, какие у вас есть запросы или, возможно, вопросы по ходу деятельности нашей встречи. Мы будем с вами с ними разбираться. Итак, я бы хотела затронуть сегодня не все, а только основные аспекты, которые действительно вам, потому что презентация у меня объемная, большая, там, наверное, часа на три точно. Я бы хотела с вами затронуть важное и фундаментальное понятие, зачем сегодня заниматься смыслами и стратегиями. Потому что для каждого из вас должно быть четкое понятие, что, конечно же, конечно же, есть разные эксперты. Они будут про разные рассказы. Некоторые будут вам рассказывать, что личный бренд – это ведение, там, правильный инстаграм. Кто-то соединяет, что личный бренд – это релсы. Кто-то соединяет, что личный бренд – это ютуб, там, статьи. Ну, в общем, каждый будет рассказывать про свою историю. Я говорю о системе. Я говорю о том, что у каждого из вас есть возможность из разного инструментария влияния на вашу целевую аудиторию выбрать тот, который действительно и вам будет подходить, и он будет реально рабочим и приносить ваши целевые результаты, которые вы хотите. Кто-то хочет охваты, кто-то хочет узнаваемость, кто-то хочет денег, кто-то хочет все. Все сразу, да? Напишите плюсик, если я хочу все сразу. Давайте мне, пожалуйста, все в одном пакетике, в одном окне. Да, это тоже, на самом деле, логичная история, потому что личный бренд, как минимум, помогает это сделать быстрее, выгоднее, если вы выбираете между продвижением себя, как руководителя бизнеса или как фитнес-тренера, или если мы говорим о совокупном продвижении в целом. Поэтому глобально, что вам основное нужно понимать, это то, что действительно на ваш результат сегодняшний вам нужно посмотреть, насколько сейчас правильно проработаны смыслы и стратегии, и тогда вы уже можете отталкиваться от этого. Что это за два интересных слова, да, спросите вы. Вот, и, конечно же, со смыслами мы сегодня с вами разбираться плотно не будем, потому что это действительно большой объем работы. Мы с вами больше будем углубляться в стратегию, но вы должны четко понимать, что перед тем, как составлять стратегию, когда вы приходите к маркетологам, каким-нибудь СММчикам и так далее. В основном люди, ну, не знающие, да, так скажем, что еще нужно делать или не умеющие этого делать, они вам сразу говорят, здравствуйте, Мария, вы хотите заработать, да, или вы хотите там вырасти большой доход, вот Анастасия, вы хотите там как руководитель и фитнес-тренер там быть на классно узнаваемость, чтобы у вас была куча входящих заявок, давайте создадим вам стратегию. И это неверно. Неверно сразу создавать стратегию. Верно сначала проработать смыслы, понять вообще глубинно, что у вас есть фундаментально, да, там опыт и так далее, hard-скиллы, soft-скиллы и так далее. Ну, то есть много пунктов, которые распределяются по понятию смыслов, чтобы в целом появилась картинка, а какой объем и какой уровень вы реально можете на себя взять как личный бренд. У кого-то может быть уровень международный, у кого-то региональный, у кого-то города и так далее. Это все зависит от того, насколько проработаны смыслы, насколько сама емкость руководителя или эксперта на это вообще, ну, так скажем, позволяет делать, и финансовое в том числе, да, потому что чем больше вы готовы вкладывать временного и финансового ресурса в свое продвижение, конечно, это все определяет скорость. Не будем говорить о том, что нет бесплатных методов, все платно. Конечно, есть и бесплатные методы продвижения, но если вы хотите продвигаться быстрее, да, там, или с какой-то неимоверной классной скоростью, с большими охватами, это, конечно, все делается все равно с финансовой поддержкой с точки зрения, там, каких-то покупок, опять же, трафика, либо покупок каких-то определенных площадок, где вам нужно показать себя, проявиться, да, вот это слово, которое стало, мне кажется, мейнстримом уже везде, проявись и так далее. Вот, конечно же, глобально я даже вам хотела немножечко подсветить, что проявление – это не вообще фокусное то, что сейчас продвигают все, там, сделай так, чтобы о тебе все узнали, проявись. Проявись – это один из кусочков публичности бренда. То есть если вы понимаете, что ваш личный бренд действительно будет выходить за рамки, там, условно, там, узнаваемости, не знаю, там, вашего близкого окружения, ваших уже имеющихся клиентов, то публичность бренда – это уже более весомое понятие. И вот в публичность бренда как раз-таки входит вот это маленькое ответвление проявись, которое начали транслировать очень много разных экспертов в разных нишах абсолютно. Вот, и это говорит о том, что вы, например, находясь на какой-то даже там офлайн или онлайн-площадке, вы проявляетесь, да, там, вот, Ирина написала «Добрый день», я такая «О, Ирина, а чем вы занимаетесь?» У нас начинает с ней диалог, и это будет уже там какая-то нативная реклама, и это ее уже считается нативное такое проявление. Это может быть офлайн, онлайн, это могут быть в разных форматах. Но это я к тому, чтобы вы понимали, что уровень личного бренда, он очень объемный, он очень многофункциональный. И для того, чтобы вам понимать вот этот уровень «Проявись», насколько вы готовы проявляться, вам нужно сначала пойти в смыслы, разобраться в себе, разобраться в масштабе, разобраться в целях, разобраться в том, что у вас есть, чтобы этот маркетолог правильно упаковал, преподнес, а далее уже можно разбираться со стратегией. Ну и, собственно, там вы и разберетесь, ну, надеюсь, если вы уже там в этом собираетесь идти, насколько вы готовы идти в публичный, да, то есть какая будет у вас публичность вашего личного бренда. И, да, на самом деле, если у вас есть хотя бы один из этих вопросов, то точно вы по адресу, потому что это как раз об этом, да, то есть когда вы не работаете со смыслами, у вас не будет, ну, не то чтобы вообще не будет клиентов, у вас не будет такого объема клиентов, который вы хотите. Есть люди, которым действительно достаточно, что у них есть там 3, 5, 100, сколько-то ключевых клиентов, которые к ним ходят по сарафану, откуда-то пришли, они сколько-то зарабатывают, и, собственно, все хорошо. Но тогда они не ходят на эти встречи, потому что у них и так, по их мнению, все хорошо, а для них действительно это своя зона ок. Нет хорошего и плохого, поэтому, не углубляясь в коучинг и психологию, да, мы должны понимать, что если хочется амбиции восстановить, не знаю, там, свою какую-то справедливость мира, где вы хотите действительно реализоваться так, как вы этого хотите и заслуживаете для себя, масштабирование и так далее, это, конечно же, все про работу со смыслами, про работу с тем контекстом, который у вас есть или который нужно создать, вот. И потом уже можно говорить о том, что у вас может быть узнаваемость бренда, больше рост дохода, системной продажи, быть номер один, быть уникальным. На самом деле сюда же относится повышение чека, да, вот у нас процентов 85 или 90, не буду врать, но что-то около этой цифры, у нас клиенты растут в чеке, да, то есть мы всем клиентам смотрим, как мы можем доработать по смыслам продукт или создать новый продукт, который будет выше чеком, но, естественно, должна быть всегда ценность выше, чем цена для клиента, вот дальше уже, да, потребителя, не важно, это B2B или B2C. Поэтому глобально, конечно же, важно, чтобы вы этот аспект тоже понимали, и если у вас есть один из этих запросов, то погнали разбираться с этим. Да, напишите, пожалуйста, кто еще не написал, какая у вас ниша и какой у вас доход, чтобы я понимала, может, какие-то примеры для вас конкретно начала приводить по поводу масштабирования именно для вас. Да, и у нас на самом деле, как я и обещала, блок со смыслами мы немножечко пропустим, потому что по факту с ним нужно, правда, разбираться, и нам нужно с вами тогда засесть, в идеале хотя бы часа на 3-4, и этот блок мы будем уже разбирать в оффлайне. Я его немножечко сокращу, но отдам все равно выжимку. Сейчас вы можете сфотографировать для себя, но на самом деле будет не очень понятно. Есть, да, 4 уровня на самом деле, внешний, ценностный, нишевый, и на самом деле уже основной такой, это продуктовый, да, когда мы весь продукт упаковываем и разбираемся, из чего он состоит, какие у нас цена, результат, гарантия. Но нам нужно с вами сейчас фундаментально понять больше, так скажем, концепцию. Концепция – это, конечно, все равно стратегия, да, понять вот со смыслами. Поработали, понятно, что это нужно глубинно понимать, какой у вас продукт, что вы хотите, какие у вас есть уже ценности, опыт, что вы будете транслировать, но нужно дальше понимать, что с этим делать. Да, мы сегодня все равно больше про большие охваты, про целевые заявки, как поднять быстро узнаваемость, поэтому нам нужно понимать стратегически, как это делать. И нужно в первую очередь понимать, что стратегия заключается в нескольких этапах, и первый этап – это брендинг, то есть работа о себе, когда мы должны заявить, вот так скажем, проявиться, извиняюсь, вот, когда мы должны проявиться на аудиторию, да, желательно, конечно же, в социальных сетях, это может быть Инстаграм, закрещенная в Российской Федерации, соцсеть, это может быть Телеграм, это может быть ВК, Ютуб и сайт. На самом деле моя рекомендация быть везде, это правда вам поможет, потому что сейчас вот этот омноканальный, когда везде вас могут люди найти, почитать, он существует, и вы можете реально копипастить в разные свои соцсети, либо хотя бы там через нейросеть, быстренько, вот видите, у меня даже открыт, у вас, наверное, не видно, в общем, есть соцсеть OpenAil, она суперпростая, и вы можете интегрировать любой текст, ну, условно, там, в соцсетях в одно разместили, потом добавили там в нейросеть, сказали, подредактируй мне там для Телеграма или для Ютуба, и он уже сценарии другие пишет, и вы, собственно говоря, быстро адаптированно отправляете в разные источники. Но если нет на это время желания и так далее, да, пока нет возможности вести все, моя рекомендация взять хотя бы одну соцсеть, там первую, вторую, ну, лучше бы я взяла на самом деле или первую, или вторую, обязательно бы взяла Ютуб, хотя бы 3-5 роликов, продающих про вас по 10 минут, чтобы люди хотя бы как-то могли прогреться, те, кто действительно думает о покупке с вами, они эти ролики посмотрят быстрее, чем посмотрят какие-то там рилсы, потому что обычно они супер нарезаны, сокращены, и вся ключевая мысль, опять же, смысла, они не удерживаются. В Ютубе за 10-15 минут можно проскрыть это получше. Поэтому рекомендация – это одна соцсеть, Ютуб 3-5 продающих видеороликов, которые, возможно, вы дальше продвигать не будете, но пусть будет. И в идеале сайт-визитка. Сайт-визитка нужна для крупных клиентов, для серьезных клиентов, которые не сидят в социальных сетях. Сделайте его там за 20-30 тысяч, это не так сложно, но это разово вам поможет сделать ваш уровень упаковки, ваш уровень брендинга на новом уровне. Для примера, да, тоже разместила клиента нашего по фитнесу. Как раз-таки у нее достаточно хороший упакованный блок, мы с ней уже не работаем, но это клиент, который действительно классно с нами тоже сделал новый запуск и сделал больше продаж за счет того, что мы добавили ценности в продукт, в премиум продукт, то есть есть несколько вариантов работы с ней и один из вариантов – это как раз премиум. Он там условно продавался раньше 10 раз и продался там в 5 раз больше за счет того, что действительно мы поняли, как добавить ценности, мы объяснили, как это все внедрить и донесли до нашей целевой базы. Плюс еще можно закупать и работать с холодной базой. То есть мы также это все тестируем, уверяем, мы выделяли здесь на холодный трафик бюджет и как раз-таки работали над тем, чтобы Ксения непосредственно потом аккумулировала холодный трафик в теплый трафик и параллельно работала с третьим инструментом, который мы сейчас с вами тоже разберем. Но идем по порядку. Важна упаковка, вот чтобы как пример, да, показать брендинг, он, собственно, существует. У ребят все это есть. Дальше второй этап – это маркетинг. Когда мы уже упаковались, когда мы понимаем, что у нас все есть, для того, чтобы мы шли в увеличение узнаваемости и охвата, мы должны поработать с маркетингом. И есть два всегда понятия работать с маркетингом – это теплый и холодный трафик. В теплом трафике выделяются основные понятия – это работа с базой. Ну, то есть у вас есть клиенты, и вы думаете, так, сделаю им там рассылочку, я там предложу им что-то. Вот это там работа, если очень коротко, с холодной базой. Дальше – это какие-либо виды прогрева, когда вы можете сделать в один день прогрев, когда вы можете сделать по базе прогрев, в соцсетях прогрев. И, собственно говоря, ключевым должен быть в конце призыв к действию, куда мы их зовем, либо на какой-то подарочек, либо непосредственно на какие-то наши продуктовые линейки, на наши продукты. И инфоповоды. Инфоповоды очень хорошо оживляют аудиторию. Это может быть инфоповод в рамках социальных сетей, может, это будет в рамках оффлайн какого-то мероприятия, где вы можете сделать… Например, я делаю инфоповод из своего дня рождения. Мне будет через несколько недель 30 лет, и я делаю в Москве грандиозное событие по этому поводу в тематической закрытой вечеринке с приглашенными продюсерами, там, тивишниками, ну, очень разные-разные, очень крутые люди, предприниматели и ребята, с которыми мы сотрудничаем. Вот. И, ну, как бы формат может быть разным. И, например, в рамках моего инфоповода я начала об этом уже рассказывать в соцсетях. Попасть туда, естественно, просто так нельзя. И я время от времени пишу, типа, ребята, кто бы хотела, кому интересно, потому что там, ну, топовое окружение будет, и это, ну, действительно классный уровень. Это не просто ребята, которые там забежали что-то послушать на какую-то там конференцию. Вот. И, конечно же, у меня хотят выступить все бесплатно, у меня хотят выступать ведущие бесплатно, разные там ребята, торологи, астрологи и так далее. И это хороший инфоповод для того, чтобы и посмотреть, возможно, каких-то интересных потенциальных клиентов я приглашу туда. Возможно, ну, естественно, там все, кто хочет попасть и хоть как-то посвятить лицом, да, так скажем, на такой аудитории, тоже мы будем рассматривать, если нам это будет тоже выгодно. Но это при этом инфоповод, потому что это будет уровень, это большая локация, это большие финансовые, да, там, вложения и так далее. И это, конечно же, тоже интересно обсуждаемая история. Она, кстати, будет на ТВ, сможете потом тоже ее посмотреть. На федеральном канале будут рассказывать о нашем мероприятии. Далее, это холодный трафик. Соответственно, в маркетинге, когда мы говорим о трафике, мы всегда начинаем с теплого, потому что он быстро окупаемый, он легко поддается каким-то доп. продажам, да, и так далее. Поэтому, если я к маркетологу захожу в проект, я всегда рекомендую посмотреть, что мы еще можем допродать или сделать с теплой базой, чтобы вы же сами вкладывали потом не свои там отложенные деньги, а вкладывали новые деньги в продвижении. Обычно всем от этого легче и комфортнее, и приятнее. Вот, поэтому, если вы прямо сейчас поймете после нашей встречи, что пора вкладываться в медийку, сейчас расскажу, что это, и куда стоит вкладываться действительно в ваши ниши, важно, чтобы вы понимали контекст, что действительно нужен бюджет, и действительно нужно выделять на это не только время, но и финансы, чтобы вы могли расти, и чтобы вы несколько раз где-то платили, а потом вас уже начали переходящим трафиком куда-то приглашать бесплатно. Поэтому в холодном трафике мы отмечаем направления, которые я вам сейчас показываю, 10 разных, я не буду у них углубляться, потому что для каждого это свои разные инструменты. Если там супер важно вам свои ниши понять, можете задать вопрос, я вам расскажу, либо можете потом мне в соцсети написать, есть вариант, да, там, чтобы я либо ответила, либо на консультацию вас перевела. Но глобально, естественно, да, по факту, стратегически это могут быть разные направления, в том числе какие-нибудь маркетплейсы типа Авито, ну, какие-то в целом доски объявлений. Но, конечно же, я очень люблю блогеров, да, работаю с блогерами, я люблю таргет в Телеграм, и я люблю уже непосредственно кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг – это когда вы выбираете неконкурирующих экспертов либо бизнеса и предлагаете им какой-то вин-вин. Вы что-то делаете, а не что-то, да, какую-то взаимную рекламу, взаимные подарки и так далее. Эта история хорошо работает, если вы умеете этим пользоваться. Дальше. Холодный тракт. Вы должны понимать, что может окупаться до одного года. Это тоже важная рекомендация, узнать это, потому что у нас были клиенты, которые с нами работали, и когда они вкладывают 200-300 тысяч в месяц, они такие типа, Татьяна, мы бы хотели сразу сделать курс и окупить, как вы сказали, X10. Но эти X10, они действительно в зависимости от инструментов могут окупиться сразу в течение недели. Я сейчас расскажу, что это за чудо-инструмент. Или, конечно, это может окупаться в течение года. И это говорит абсолютно любой рынок, инфобиза, начиная от ребят, которые делают там запуски по 100-200 миллионов. Мы также берем у них консультации, мы также с ними общаемся. И эта история, она идентична, поэтому вы должны четко понимать, что если вы вкладываете деньги, а это нужно делать ежемесячно, обязательно от 10 до 30% чистой прибыли, вкладывать в холодный трафик, в тест-гипотез, чтобы вы находили свои связки и воронки. Только так работает система. Она не работает так, чтобы вы сначала что-то вложили, забрали, а потом подумали, а дальше вкладывать или нет. Это должна быть система. Поэтому холодный трафик аккумулируется вот в эту историю, но он может аккумулироваться в зависимости от инструмента в течение года. Это все тоже окей. Дальше, собственно, секретные инструменты и как правильно с ними работать. Это медиа. Медиа я очень люблю. Мы, собственно, научились и очень высококлассно с этим работаем и сотрудничаем с действительно федеральным уровнем людей, продюсеров и так далее. Поэтому мы понимаем, что тут есть вообще в этом рынке, что здесь возможно сделать. И точно понимаем, куда идти надо, куда идти можно. Можно, но в последнюю очередь, так скажем, или не сразу бежать на последние деньги. И как раз-таки вот тот секретный инструмент, который быстро помогает окупать ваше вложение, ваши воронки делать активированными, это как раз-таки публичные выступления. И моя рекомендация — разобраться с ними, найти причины выйти на сцену онлайн, офлайн, неважно, где вы находитесь. Всегда вы можете найти под свою целевую аудиторию. В вашей нише очень много площадок. Мы сейчас клиенту, у нее миллион подписчиков запрещенной сети, и она эксперт вашей ниши. Как раз-таки подбираем разные площадки. У нас больше 15 площадок уже подоубрано из вот этих направлений. Это статьи в СМИ, это публичные выступления, это TV, это радио и подкасты. Мы захватываем для нее абсолютно все инструменты. И, конечно, в идеале так и делать. Но если нет такой возможности, то моя рекомендация — сначала начинать выступать. Перед этим, конечно же, создать смыслы, создать правильную упаковочку, презентацию, вороночку, чтобы было куда вести людей, и потом уже идти в вашу целевую аудиторию, в медиаполе. И дальше уже распределять бюджет. Если он есть, это хорошо, потому что в медиа распределяется все следующим образом. На первом месте — публичные выступления. На втором месте у нас подкасты. Подкасты я имею в виду, чтобы выходили кому-то на YouTube подкасты, к экспертам, у которых уже есть аудитории, которые уже умеют выстраивать с вами диалог, и, по сути, вы будете продавать не сами себя, а вам будут задавать вопросы, как интервью, и вы с ними сможете коммуницировать. Это тоже удобно. Этот контент можно использовать в разных социальных сетях, нарезать его в запрещенные соцсети и так далее, в шортсы, да, в том числе, и, собственно, заниматься сразу несколькими делами. И все соцсети охватывать, и в YouTube еще продвигаться. Далее подкасты, кстати, чтобы вы знали, и публичные выступления в среднем стоят, ну, если так совсем, в среднем какой-то минимальный порог брать, от 50 тысяч рублей. Это небольшая сумма входа для вложений в медиаплощадки, поэтому почти каждому это доступно, даже если вы зарабатываете там... Ну, 50 тысяч нет, конечно, нужно, чтобы не отдавали все деньги на медиа, но если вы зарабатываете от 100 до 50 тысяч, уже пора задумываться, как можно быстро расширяться и делать больше результатов. Далее это, конечно же, в моем понимании TV, потому что мы сейчас нашли классные инструменты, классные квадрядчики, федеральные каналы с большими охватами, миллионными охватами, где вы можете получать ежемесячно от 30 миллионов охват на свою аудиторию, вернее, создавать себе аудиторию. 30 миллионов людей вас может видеть ежемесячно. Это круто, это очень большой инструмент трафика, не все к нему готовы, ни финансово, ни морально, поэтому, конечно же, здесь вопрос, не всем он подходит, но он классный. Поэтому, если нет, то, конечно же, статьи, статьи, либо премии, чтобы вам вручали статуэтку, как там лучшему кому-то там, вот, как лучшему эксперту или фитнес-тренеру. Эти все штуки, они тоже классно повышают социальные доказательства, доверие к вам, лояльность, это то, что вам нужно для того, чтобы личный бренд ваш развивался верно. И далее, если у вас есть неограниченный бюджет, а вы такие, Татьяна, живем и развиваемся на все деньги сразу, тогда уже, конечно, радио. Радио тоже очень имеет большой охват, большое влияние, и действительно, у них классные конверсии, тоже измеряемые, мы работаем со всем радио по России, поэтому вообще нет никаких сложностей, но есть определенный уровень статуса и бюджета, поэтому, конечно же, нужно смотреть, насколько этот инструмент вам на сегодня прям подходит. Так, сейчас хочу посмотреть, что вы пишете. Напишите, пожалуйста, пока есть ли вопросики, потому что мы скоро будем завершать, минуточек 10 еще у нас целых есть, и мы сможем, я смогу вам поотвечать на вопросы. Так, собственно, фитнес-клубы, отлично. Ставник по коммуникациям, переговоры, коммерческая редактура, окей, растяжка, собственно, класс для бизнеса, очень много из классных медийных инструментов. Если вы прям готовы, готовы вкладывать в свой бизнес и реально принимать клиентов расти и увеличивать охват и узнаваемость, то здорово, что вы сегодня обо мне узнали, потому что у нас эти инструменты все есть в доступе. А самое крутое, что если вы наберете напрямую в любой из инструментов, он будет стоить минимум в 2, а максимум в 10 раз дороже. Ну, то есть есть стандартная цена, есть цена для таких премиальных, ну, так скажем, представителей, да, партнеров, которыми мы являемся для многих продюсеров крупного уровня. Да, важно, чтобы вы понимали для себя, что реально стратегии создаются один раз в месяц. Это мои хотелки, потому что я искренне верю, что всегда, когда мы составляем ССП, кто не знает, да, там система издельных показателей, что мы хотим, что у нас есть, какие у нас цифры, подбиваем итоги и так далее, строим планы на будущее. Это все равно всегда и финансовые цели в том числе. Понятно, что мы все, кто любит свое дело искренне, да, они еще быстрее развиваются, но глобально мы, если понимаем, для чего мы это делаем, и есть мотивация финансовая, мы это делаем еще с большей, да, радостью, потому что все хотят свободы. Я вообще сама очень сильно в своих смыслах, да, своего личного бренда, очень сильно раскрываю тему свободы, насколько мне это важно. Я ни дня не работала в найме, я всегда работала проектным маркетологом, это значит, что человек, когда считает нужным, он уйдет. Меня никогда никто не мог привязать к себе. Если я хотела, я работала в долгую, больше там 3-6 месяцев, ну, и стандартные работы это 3-6 месяцев, когда я выполняла свои обязательства, когда я творила, и потом мне, когда уже начинается рутинно становиться, я уже все наладила, мне просто становится скучно. Поэтому глобально я такой супертворческий человек, который заходит, бустит компанию или экспертов и оставляет потом после себя хорошее послевкусие, и дальше заниматься можно уже с командой, ну, более выгодной по бюджету, но понятно, что с другими ресурсами и объемом. Вот, поэтому, да, есть мои хотелки, они реализовываются, несколько квартир, машины, путешествия и так далее. Поэтому вы, конечно же, тоже реализовываетесь с помощью своих хотелок. Есть для вас подарочек. Все, кто посмотрит потом оффлайн, и всем, кто сейчас прямо онлайн, вас прям еще больше хочется какими-то подарочками дарить, потому что вы выделяете свое время, так же, как и я, и вкладываетесь в себя. Это здорово. Подарочек будет такой. Есть, как я и говорила, это факт, есть бесплатные инструменты повышения охватов на ту аудиторию, которая у вас есть прямо сейчас, либо на новую аудиторию с помощью тех же самых рилсов, шорсов и так далее. И нужно понимать, как там коммуницировать, нужно понимать, как удерживать, да, потому что есть процесс захвата внимания, а есть процесс удержания. И это обе части, которые относятся к маркетологам, и, конечно же, это обе части суперважного большого поля. захватить внимание и удержать внимание. Это вообще колоссальный труд и прекрасная награда тому, кто это умеет. Конечно же, мне и нашей команде. У нас больше 50 специалистов. На самом деле, это большая команда, которая, конечно же, над этим всем трудится в зависимости от задач под каждый проект. Вот. Поэтому я вам создала вместе с методологом конкретную уже практическую применимую таблицу. Она около 30 листов занимает. Это практикум. Это не какой-то стандартный чек-лист на три листа, где просто послушайте обо мне. Вот. Там действительно есть разные примеры работы с инфоповодами, потому что все обычно такие, типа, господи, как сложно, что это такое. Там на простом языке написаны примеры, как их создавать, и вы можете просто переложить на себя и сразу пользоваться. Поэтому, ну, естественно, есть разные кейсы. Естественно, есть клиенты, с которыми мы работали, которые зарабатывали там до миллиона, сделали классные, колоссальные результаты для себя, и сейчас работают в этой нише отлично абсолютно все. Есть консалтеры, руководители бизнеса, которые никогда не были в консалтинге, мы их с нуля запускали. Есть и производственники, юркомпании, психологические центры, то есть не только эксперты, но, естественно, и бренды работают с нами для того, чтобы создавать новые доходы доходы и новый уровень узнаваемости и рост медийности. Можете написать мне прямо сейчас, чтобы забрать свой драгоценный подарок либо по вопросам маркетинга и сотрудничества в Инстаграм, запрещенную социальную сеть Российской Федерации, либо в Телеграм, Телеграм я указываю прямо названием, чтобы у вас QR-коды не путались, и там написать слово, давайте придумаем слово, ну, фитнес, конечно же, вот, фитнес, и я буду понимать, что вы из нашей сегодняшней встречи, я лично вам напишу и отправлю подарок в первую очередь, чтобы вы смогли с ним ознакомиться, и во вторую мы уже сможем с вами обсудить варианты сотрудничества, любые. Если у вас есть вопросики, то, пожалуйста, напишите их прямо сейчас, чтобы мы с вами обсудили, если нет, то мы будем завершать, я прям минуточку подожду, потому что я знаю, что у нас есть какая-то небольшая задержка по временем. И, конечно же, если у вас, они у вас точно должны были быть, инсайты, благодарности, либо наоборот, что-то не понравилось, напишите, пожалуйста, тоже в чатик, мне будет приятно увидеть любую обратную связь, честную, искренне от вас, и, конечно же, я хочу вам, пока что вы пишете, финалить и подвести итог нашей встречи в том, что действительно сейчас, вот, ну, условно, апрель, да, там какое у нас сегодня число? Девятое. Вот, девятое число, и это то время, вот я прямо сейчас сижу в отеле с прекрасным видом на леса, пойду гулять, отдышать свежим воздухом, и это время вот как раз супер большого творчества, не будем брать, что сейчас там ретроградный Меркурий только что прошел, и все такие сегодня должны были воспарить в прекрасном состоянии, видимо, по мнению астрологов и так далее, разных ребят, но глобально это реально сейчас, как и природа, да, все расцветает, и там начинает благоухать, вот у меня даже розочка для вас, да, вы сами также можете выйти на тот новый рост, который вы давно откладывали, потому что зима, холодно, ничего не хочется или еще что-то, и сейчас реально время такого рассвета и время классных возможностей. В медиаплощадках, те, которые я вам перечислила, правда, очень много есть ресурсов, которые вы можете быстро и окупить, и быстро поднять планку своей узнаваемости, потому что, когда вы находитесь вот в этом своем маленьком варенье, да, когда вы сами себе, вы понимаете, что вы не знаете просто, какие возможности существуют, сколько много разных площадок, которые просто вот так вам покажут другой уровень вообще людей, и как я всегда говорю, личный бренд, это в первую очередь для меня лично, это поток входящих заявок, когда вам не надо работать с холодным трафиком, не надо никого прогревать, все люди и так уже готовы с вами работать, и они пишут просто как с вами работать, а куда платить. Это здорово, я вам это искренне желаю, желаю вам развиваться и цвести, и, конечно же, увидимся с вами на других площадках тоже. Ну что, мы будем завершать, мне сказали, что можно просто выключить камеру, но я так думаю, что я лучше дождусь модератора, чтобы я точно знала, что я вас не бросаю в одиночестве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!